здравствуйте друзья у нас вопрос о жизни собачников и может быть даже кошатников значит как мол они с животными своими управляются первый вопрос там был часть вопроса состояла в том что не нужно ли лицензию какую-то иметь чтобы завести себе собаку вот говорят что нужна лицензия я такого не слышал начнут у нас была собака мы пошли там к бейдеру такой человек который разводит собак вот и там выходили на выставке мы с разными людьми разговаривали мы знали какую породу мы хотим то есть сначала был надо было определиться с породой мы определились с породой оказалось что порода редкая в том смысле что мало где купить можно на всю вот территорию здесь такой в расширенном варианте было 6 человек которые разводили эту породу собак это называется soft-coated with an interior мягкошерстный пшеничный терьер и короче с диким трудом мы его купили там вплоть до вопросов знаете как вот вы оба работаете значит и кто будет с собакой дома когда вы на работе вот такие вопросы то есть они к ним как детям буквально относились но нет ни суть купили мы собаку и там есть определенные что ли тонкости но но не лицензии нет связи ничего такого не связано в частности когда вы покупаете собаку покупаете у бридера не в магазине вот где там не поймешь чего так называем так называемый папе шоп а уже так у людей которые следят с какие по правилам работают то они вас спрашивают вы хотите значит друга семью или вы хотите собаку на разведение то есть собака которая для разведения она должна участвовать соревнованиях выставках а должна получать там призовые места пока она не получит сколько-то там призовых мест она не ее нельзя бридать то есть ее нельзя наверное есть русское слово то там сводить там другими собаками размножать использовать в размножении и там цена даже меньше если ты берешь собаку как на разведение за нее меньше берут денег чем собаку который просто 5 которая с тобой живет потому что это большая ответственность и ты берешь на себя серьезные обязательства там и так далее в частности ты подписываешь контракт когда берешь собаку независимо от того берешь для разведения или просто но у тебя есть контракт с бридером и там в контракте описан описанное значит условия этого всего в частности вот например у нас поскольку у нас не для разведения то мы обязуемся не не разводить и соответственно там через четыре месяца мы должны по моему четыре месяца значит нужно было в соответствии действия произвести по неразведению последующего и так далее и вот это есть но так что мы вот именно лицензию даже у бридера нет лицензии каждый человек который приобрел собаку для разведения и участвует соревнованиях получают там все эти медали и так далее вот он он придает даже для этого лицензии не нужно что нужно нам вот сказали что вы должны совоку зарегистрировать там в каком-то обществе мы пошли зарегистрировали в этом обществе но дальше как-то каждый каждый год надо продлять эту регистрацию но как-то нас на больше чем на год не хватило мы не продали я думаю что никому это все не нужно следующий момент что там еще собака должна получить прививки определенные то есть какие-то прививки делает бридер у бридера собачку ты берешь я боюсь собака собака по-моему в районе месяца такого плана вот иначе все что до месяца значит там бридер делает все что после этого дела соответственно есть ветеринарные службы можно купить страховку как бы условно в конкретный в конкретном офисе ты ее покупаешь вот я вот здесь там работает ветеринар у него свой офис ты у него можешь купить страховку то есть ты платишь независимо от того нужно нужна тебе работа какая-то или нет то когда нужно соответственно это все включено можно так например собачки вводят под кожу шприцом ей вводят ну чип такую микросхемку такую вводят и ее можно всегда просканировать и узнать чья это собака откуда что чего то есть если она потерялся то в любом офисе ветеринар это легко сканируется и собака идентифицирует но это по выбору это можно не делать что еще бывает ну вот так и ветеринарное такое обслуживание то есть надо периодически делать там какие-то уколы периодически надо делать давать какие-то таблеточки чтобы там допустим там блохи не заводились ну как как положено где специалист говорит что касается собак бойцовских таких как бы небезопасных для общества можно так сказать для них тоже нет насколько я понимаю никакого лицензирования нет единственная проблема которую вас может с этим возникнуть это проблема со страхованием потому что когда вы страхуете дом вообще в американском страховании концепция такая для граждан что гражданская ответственность которая не покрыта страховкой автомобиля то есть все что связано с нахождением не на дороге вот любая гражданская ответственность не покрытая автомобильным страховым полисом покрыта страховым полисом на ваш дом и в частности вот собака значит если ваш собак кого-то там повредила ущерб какой-то нанесла там и так далее это все находится на страховке на дом и это очень опасная завязка потому что если вы каким-то образом из-за собаки попали в проблему со страхованием дома то это страшное дело потому что ну но сами посудите дом дом так собаки отношения имеет но должен должен быть застрахованы и вдруг на тебя и есть страховые компании некоторые некоторые которые собак определенных пород не страхуют вот точнее если у тебя есть дом и там тебя вопрос никто заполняешь когда на страхование там спрашивают если собака если есть то какой породы у там из списка нет ли у тебя вот там и перечисляют если есть соответственно они могут исключить покрытие они могут сказать не то чтобы они откажут совсем вот но могут некоторые совсем откажут некоторые скажут если у тебя такая порода то мы вот подпишись вот тут что ты значит в курсе что мы ее исключаем и если собака что-то учинить это на тебе если собака даже не такой породы опасные когда просто любая собака но если были претензии ну в смысле страховой случай имелся то один раз они платят второй раз они исключают они говорят у вас там собака был случай значит мы она больше не застрахована то есть ваш дом больше не застрахован вот по этой статье вот такие бывают проблемы так чтобы лицензии или чего-то там не разрешали я для такого не знаю может быть от штата зависит знать там в каждом штате свои порядки может даже быть в конкретном муниципалитете то есть вот в этом городе или вот в этом там небольшом городе могут отличаться правила но так в целом я бы сказал что жизнь у животных здесь неплохая их так мне кажется для них очень много товаров всяких вкуснятина редко я вот смотрю как тут животные употребляют то что там насыпают из пакетика там или с коробочки из баночки они с большим удовольствием это дело смакуют общество защиты охраны животных есть да тут значит что может получиться вот допустим соседи пожаловали что вы собаку там я не знаю ну как-то с ней нехорошо обращаетесь бьете или там она вас скулит целый день или там вы не выпускаете ну что-то такое да и приходят люди какие-то и там начинают что такое требовать или там какие-то письма угрожающие пишут это это бывает то есть у нас у нас были такие случаи когда с помощью скажем обращение в такую организацию удавалось скажем наладить отношения с соседями питомцы которых вели себя в некотором смысле не неправильно то есть ты обращаешься в организацию у нас случай был сосед завелся в это нажили в многоквартирном доме и там был сосед этажом выше и он собаку держал на балконе эти завел собаку и она целый день там было и она разбрасывала еду сухой корм мы все это сыпалось вниз а мы были под ними и в общем и было там и в общем собака была крупная хотя еще щенок так и дать бывает габаритная собака была ей на балконе конечно был очень непривольно вот и дочь моя она тогда была в школе еще училась старшеклассница была она говорит так нельзя с собаками обращаться вот и куда там значит настрочила письмецо сосед прибежал и долго объяснялся и там в общем прекратилось это все поэтому есть такое общество да там собачников они строго наезжают чтоб не обижали я не знаю какая там за этим есть ответственность вряд ли там уголовная и и не уверен если гражданская но какая-то наверное есть я не знаю может штраф могут наложить не могу сказать вот так что в той мере в какой вы будучи собачником значит заботитесь о том чтобы не сказать не обижать соседей там вокруг вас чтобы они от вас не страдали в этом смысле ваша жизнь будет очень комфортно и такой радостный здесь где-то я читал что 40 процентов хаус холдс да вот по русски сейчас такое слово употребляют домохозяйство но вот это аналог значит американского хаус холд что вот 40 процентов хаус холдс имеют собак безусловно если у тебя отдельный дом или там там хаус конечно легче иметь собаку чем например когда доживешь в квартире потому что иногда и вывести и и запахи там и бывает просто лает вот по коридору там кто-то идет за дверью эти некоторые собаки там начинают лаять по всякому поэтому конечно в отдельном доме намного удобнее ну вот наверно вот наверное все я полностью вопрос в описании к видео там поместил поэтому если кому-то интересно значит я вроде по памяти так ответил на все позиции вроде бы счастливо